В Московском конгресс-центре МТУСИ 4 декабря 2013 года прошла конференция обеспечения доверия в банковских технологиях – банк, телеком, клиент. Событие стало поводом на профессиональном уровне обсудить общие проблемы обеспечения дистанционного банкинга в узком кругу специалистов. Тема оказалась актуальной для кредитных организаций, операторов телекома, научных кадров и разработчиков ИБ-решений. В ходе конференции делегаты профильных департаментов Банка России, представители Ассоциации российских банков, а также кредитных и иных заинтересованных организаций рассмотрели проблемные ситуации, выход из которых можно найти только совместными усилиями. К примеру, внимание требует ситуация, когда клиенты банка отказываются от номеров мобильных, к которым ранее привязали мобильный банкинг. Абсолютно легально приобретая освободившийся номер у оператора, злоумышленники могут получить доступ к чужим деньгам. В качестве важной задачи докладчики выделяли необходимость повысить доверие клиентов к дистанционному банкингу, ведь социологические исследования свидетельствуют. Именно чувство беззащитности, которое многие граждане испытывают перед хакерами и кибермошенниками, является одним из главных тормозов развития популярности банковских услуг. В этом контексте участники заседания обсуждали методы, которые позволяют эффективно защитить клиентов от кибер-угроз, дидос-атак на банковские системы, перехвата управления мобильным устройством и других, а также предлагали возможные механизмы взаимодействия для борьбы с компьютерными мошенниками. Своим мнением о центральных вопросах конференции делятся участники мероприятия. Если мы будем действовать по-одиночке, грубо говоря, в отрыве друг от друга, без взаимосвязи, то это, в частности, может оказаться отрицательно на стоимости услуг банковских. Ну и, кстати, на безопасность тоже, потому что одна из зон, в которой, безусловно, надо взаимодействовать телекоммуникационным операторам, операторам мобильной связи и банковскому сообществу, это безопасность, конечно. Безусловно, пленарная часть, как ни удивительно, оказалась очень интересной, живой с точки зрения обсуждения. Интересным был доклад директора департамента регулирования расчетов Центрального банка. Много интересных вещей прозвучало, в том числе про законодательные инициативы Центрального банка, связанные, например, с необходимостью решения проблемы отзыва блокировки несанкционированных платежей, а также возврата их в случае, если деньги ушли в другой банк. Это как раз тот редкий случай, когда телеком и банки садятся за один общий стол и пытаются найти точки сприкосновения. На самом деле, проблемы есть и там, и там. Банки пытаются залезать на поляну телекома, телеком уже начинает приобретать банки, чтобы залезать на поляну банков. Ну, в чем-то это естественный процесс, от него никуда не денешься, но очень много проблем именно на стыке. Появились новые бизнес-процессы в рамках взаимодействия телекома и банков, и выяснилось, что есть ряд проблем, которыми просто никто никогда не занимался. Самая простейшая проблема, что является уверенной идентификацией клиента при использовании мобильного телефона или мобильного приложения. Нет ни одной телекомбинационной технологии, которая бы обеспечивала вот такую идентификацию. Давайте решим эту проблему, и половина банковского бизнеса сразу станет не половиной, а три четверти. Дело в том, что постоянно мы пытаемся свалить на своих соседей, на своих партнеров свои собственные недоработки. На телеком это довольно просто сделать, вот скажем там, вот, а вы не предоставляете нам гарантированной доставки. Ну да, телеком так устроен, он не может предоставить гарантированную доставку. Мы не должны рассчитывать на то, что наши собственные огрехи в деле безопасности закроются действиями телекома. Нет. Задача операторов устанавливать связь, а не обеспечивать безопасность. Не надо возлагать ответственность за недоработки банка на клиента. Клиент не должен платить за то, что банк не выполнил свои функции. Как только мы это поймем, как только это станет всеобщим менталитетом, все сразу изменится, потому что банк работает для клиента. А когда нам банк говорит, что я коммерческая организация и призван зарабатывать деньги, значит этот банк еще не понял своего места в нашей экономике. Вот собственно и все.